Рада вас приветствовать. Большое спасибо, Екатерина Александровна, за приглашение принять участие в вашей замечательной школе. Рада видеть своих коллег Татьяну Анатольевну и, надеюсь, Светлану Владимировну, глубоко мной уважаемых, и очень приятно в их компании участвовать в этой секции. Ну а тема моего доклада касается интердуктальных папиллом, тема, которая, с одной стороны, очень хорошо известна, с другой стороны, в ней очень много подводных камней. Я постараюсь сегодня, вы все прекрасно знаете все теоретические моменты, я постараюсь немножко сегодня остановиться на практических вопросах, которые возникают в этой теме, и как бы сакцентировать внимание на вот именно практической работе. Ну и так, интердуктальные папилломы – это доброкачественная опухоль, которая располагается внутри млечного протока или внутри кисты. Не столь частое образование, всего 3% случаев по литературным данным. И основное клиническое проявление, с которым обращаются к нам пациенты – это кровянистые или прозрачные янтарного цвета выделения из соска. Это встречается где-то в половине процентов случаев, но именно эти выделения и беспокоят пациента. Либо эти выделения обнаруживаются при осмотре хирургом пациентки при дистанциризации. Как правило, интердуктальные папилломы – это гипервоскулярная пролиферация, образуется из пролиферации эпителия. Они бывают как одиночные, единичные. Как правило, они располагаются в центральных протоках и субореолярно. И, как правило, это бывает, они в большей части случаев, до 90% именно одиночные, и встречаются у женщин постменопаузального возраста. Но в 10-30% случаев бывают интерпротоковые папилломы и в периферических отделах. Вот эти папилломы достаточно кабарны, потому что они не всегда проявляются кровянистыми выделениями, которые напрягают пациенток, и бывают в ряде случаев случайными находками. И они характерны именно для женщин молодого возраста, где-то 35-45 лет. Делятся также интердуктальные папилломы на доброкачественные, атипичные и злокачественные. К доброкачественным, как правило, относятся одиночные внутрипротоковые папилломы, и могут быть и множественные доброкачественные папилломы. У них достаточно низок потенциал злокачественности. Как правило, проявляются образованием при лежащем стенке в ряде случаев с сосудистой ножкой, которую мы видим при ультразвуковом исследовании. Но коварность этого образования заключается в том, что нет типичных признаков. И это может быть, вот мы видим с вами, внутрипротоковое образование, но при удалении и проведении гистологического исследования это может оказаться внутрипротоковая папиллома, либо с атипичной гиперплазией, либо даже с раком инситу. И вот маммографическое исследование в этом плане очень помогает, потому что кластер микрокальцинатов может насторожить нас в том плане, что, может быть, речь идет о злокачественном процессе. Ну и к злокачественным интродуктальным образованиям относятся неинвазивные папиллярные рак инситу, неинвазивная инкопсулярная папиллярная карцинома, неинвазивная солидная папиллярная карцинома, инвазивная папиллярная карцинома, микропапиллярная карцинома с участием в микрокальсификации. Все эти случаи – это гистологический диагноз, и еще раз повторю, нет специфических симптомов, и поэтому говорить о, предположим, маммографической ультразвуковой картине, что речь идет о злокачественном процессе, крайне сложно. Внутрепротоковые папилломы чаще, как я уже сказала, встречаются в 35-55 лет. Они в 50% случаев проявляются выделениями, по поводу чего пациенты обращаются к доктору, но в 50% случаев они бывают бессимптомные. И в этом случае часто периферическое расположение, и изменения мы видим, как правило, либо при маммографическом исследовании, либо, что более часто хорошо диагностируется, это при мэропмографии с контрастом. Диагноз ставится только при гистологическом исследовании. Хирургическое лечение рекомендуется для интродуктального поражения, поскольку никто не исключит факт АТП, и поэтому метод лечения – это хирургический. Следует буквально два слова сказать, поскольку я говорила, что основное клиническое проявление – это симптом патологической секреции, следует сказать о том, что выделения бывают различного типа, и об этом надо знать, потому что в ряде случаев пациентов присылают с доброкачественными выделениями для проведения, предположим, дуктографии. Значит, если речь идет о интродуктальных папилломах, то они, как правило, проявляются либо кровенистыми выделениями, либо янтарно-прозрачно-сирозными выделениями, которые берутся, это выделение берется на стекло для проведения цитологического исследования. И при цитологическом исследовании мы получаем либо клетки крови, либо папиллярные структуры из клеток эпителия, сосочкоподобные структуры, характерные для интродуктальных папиллом. Если же мы видим темные выделения, которые берутся для проверки на стекло для цитологического исследования, но при этом получаем только беструктурное вещество и малозимное содержимое, то речь идет либо о фиброзно-кистозной болезни с преобладанием расширенных протоков и кистозного компонента, либо малозимные выделения, которые характерны для различных эндокринных заполеваний, в частности, при микроадономах гипофиза, которые проявляются гиперпроактивными ей, характерны такие малозимные выделения, но они в ряде случаев могут быть темными при смешивании с содержимым других протоков. Следует помнить, что в ряде случаев бывают медикаментозные выделения при приеме пациенток модных препаратов, таких как антидепрессанты, которые дают гиперпроактивными ей, они тоже могут давать патологическую секрецию, поэтому об этом стоит забывать и не делать ненужных процедур, которые не показаны, если выделения не патологические, то есть не содержат кровь и не содержат клеток эпителия, интердуктального или сосудикоподобных структур. Таким образом, диагностика интердуктальных папиллом начинается, естественно, с первичного осмотра пациента и проведения циологического исследования при наличии выделений. И далее два основных метода, о которых мы уже второй день с вами говорим, это маммография и ультразвуковое исследование в зависимости от того, какой возраст пациентки. То есть пациенткам до 40 лет мы начинаем с ультразвукового исследования, пациенткам после 40 начинаем с маммографического исследования и дополняем его вторым исследованием. МР-маммография применяется тоже для диагностики интердуктальных папиллом, но следует сказать, что это дополнительный метод исследования, который мы используем в тех случаях, когда мы не можем ответить на вопросы ни маммографическим, ни ультразвуковым методом, либо возникают некие сложности, ну как у меня в ряде случаев было пациентке, втянутый сосок. Втянутый сосок не патологически втянутый сосок, а у нее от рождения втянутый сосок, и при этом в этом втянутом соске она сама у себя обнаужила кровянистые выделения. Провести дуктографию при втянутом соске крайне сложно, поэтому в этом случае можно применять маммографию. Ну и основной метод диагностики, о котором мы сегодня с вами будем говорить, это старый добрый метод, который используется на 1930-го года. Это метод дуктографии, это метод контрастирования млечных протоков. В контрастировании, естественно, проводится рентген-контрастным препаратом, который содержит йод. Вот в тех случаях, когда пациентка не переносит йод, есть аллергическая реакция на йод, то вот в этом случае тоже можно использовать эморгинографию, поскольку там мы используем контрастный препарат, не содержащий йод, а до доли не содержащий. И такая альтернатива возможна. Ну давайте рассмотрим признаки интродуктальных папиллом. При ультразвуке это, как правило, дуктектазия, то есть расширенные протоки. И в расширенном протоке мы видим гипоэхогенное образование, которое может иметь как среднюю интенсивность, так и гипоэхогенное образование. Как правило, оно либо центрально расположено, либо прилежит к стенке. Как правило, оно имеет такую вот сосудистую ножку, и мы это часто можем видеть. Но следует не забывать, что в этих расширенных протоках, к сожалению, в ряде случаев метод дает ложноположительные результаты, потому что такие внутрипросветные образования могут симулировать сгустки крови, сгустки густого содержимого или какой-то очень развитый перидуктальный фиброз. И вот в этих случаях можно давать гипердиагностику. Если мы говорим о маммографии, то при обычной маммографии увидеть внутрепротоковую папиллому невозможно. Именно для этого придумали метод, когда при маммографии контрастируют протоки. То есть вводят контрастный препарат, его надо очень немного, буквально на полмиллилитра. Сейчас это очень удобно делать. С помощью специальных доктокатетерных систем с использованием тонких проводников и канулированных таких шприцов разовых внутрь протока вводится рентген-контрастное вещество, содержащее йодистый компонент. Но маммографическое исследование обязательно, потому что увидеть микрокальцинаты, особенно если образование расположено в терминальных отделах, мы можем только при маммографическом исследовании. При дуктографии, то есть когда мы уже ввели контрастный препарат внутрь протока, мы видим дефекты наполнения протока вот этим контрастным веществом, мы видим либо ампутацию протока, либо какое-то образование внутри протока, либо вот это образование на ножке внутри протока, множественно, как в данном случае, три образования. И вот это всё позволяет в сумме с клиническими данными позволяет говорить о наличии внутри протоковой папилогы. Следует помнить, что современные методики, которые мы сейчас используем в разных модальностях, в частности в маммографии, это послойное исследование томосинтез, очень нам помогает при диагностике внутри протоковых папиллом. Если мы проводим дуктографии проток единичный, то он хорошо виден при обычном маммографическом исследовании, ещё добавляется локальная компрессия прицельный снимок, и образование внутри протока очень хорошо визуализируется. Но если мы видим вот такую разветвлённую систему протоков, и сложно понять, где же находится образование за счёт дефектов протока в местах его разветвления, ветвистости, то в этой ситуации выручают послойное исследование, когда на определённом срезе мы видим хорошо внутри протоковое образование. Но вот как в данном случае, вы видите 72 срезы на 12 срезе, то есть наружная, на границе наружных квадрантов, можно померить, на каком расстоянии от соска находится это образование. Эту методику очень любят хирурги. Перед хирургическим лечением они обычно присылают для проведения этого исследования. Почему? Потому что чётко визуализируется проток, где он находится, на каком расстоянии от соска находится данное образование, распространённость, оно единичное или множественное, как широко делать истечение сектора. И, конечно же, успех находки этого образования после проведения дуктографии гораздо выше, нежели вслепой иссякается центральный сектор субореолярно при наличии кровенистых выделений. Таким образом, дуктография – это метод визуализации интердуктальных попелом. Чувствительность его достаточно высока, однако специфичность, как вы видите, не столь высока. Почему? Потому что нет специфических симптомов. И то, что мы с вами можем принять за внутрепротоковое образование, может оказаться, предположим, с густом густого содержимого или с густом крови. Такое тоже может быть. Следует сказать, что этот метод в ряде случаев имеет неудачу в тех ситуациях, если пациентка очень напряжена и не удается пройти мышечный жжом, который находится за ареулой, и войти в проток, хотя при наличии вот этих современных систем частота неуспеха гораздо ниже, чем ранее был. Но, тем не менее, такие случаи случаются, иногда приходится повторно проводить это исследование. Ну и, как я уже сказала, по литературным данным, истечение внутри протоковых образований гораздо лучше по объему поражения после проведения дуктографии, нежели слепое удаление центрального сектора. МРТ – это дополнительный метод. Следует сразу сказать, потому что у меня такие случаи случались, что МРТ, конечно же, когда мы говорим о МР-момографии, то речь идет только о МР-момографии с контрастом. Выполнять МРТ без контраста, то есть проводить, предположим, Т1, Т2, Т2 с подавлением жира и диффузию, и на основании этого стоит диагноз. У меня были такие пациентки, правда, они были единичные, тем не менее, иногда пациентка приходит для прохождения МРТ, говорит, что у нее аллергия на какие-то лекарственные препараты, и ей почему-то не вводят контрастные препараты. На основании бесконтрастного исследования ставится какое-то заключение. Вот это категорически недопустимо. То есть если мы говорим про МРТ, то мы говорим про МРТ с контрастом. Проводится с контрастами годоления, чувствительность очень высока, практически 100%, специфичность до 70%. Очень хороша эта методика в тех ситуациях, когда мы имеем поражение в периферических отделах, потому что в периферических отделах получение зоны накопления контраста, оно следует дальнейшее проведение уже верификации корбиопсии обязательно. Как правило, в Т2 они гиперинтенсивные, могут быть гиперинтенсивные, не специфичные, трудно их дифференцировать от нормальной параллухимы. Но вот как в данном случае вы видите контрастирование в периферической зоне, это оказалось внутри протоковой папилломы, которая давала синдром патологической секреции с кривой второго типа. Эта методика, как я уже говорила, вот она хороша в тех случаях, когда мы видим синдром патологической секреции, не можем провести эндоктографию. При маммографическом исследовании нет никаких специфических признаков поражения, при ультразвуке видим только токтоктозию, и вот при МР-момографии хорошо получается, если она есть, зона накопления контраста, после чего можно проводить оперативное лечение при втянутом соске. Ну а давайте несколько случаев я вам покажу. Вот в данном случае пациентка обратилась с прозрачными выделениями из левого соска, они были достаточно интенсивны, пачками бельё, при цитологическом исследовании получены попелоподобные структуры из клеток кубического бетелия и единичные ретроценты. После цитологического исследования пациентка испугалась, что называется, сама много почитала в интернете и сама решила, что ей надо сделать МР-момографию. Она выполнила МР-момографию с контрастом, где было дано заключение, что у неё нет патологии молочной железы, однако, когда я пересматривала это исследование, то увидела, что в субареолярной зоне имелась небольшая зона накопления контраста. И вот с этими данными, когда мы с ней встретились, то я решила выполнить ей дуктографию. И вот на дуктографии вы видите, что на дуктограмме на границе внутренних квадрантов в центральном протоке визуализируется хорошо очаг накопление. Пациентка была прооперирована, это оказалось внутри протоковая попелума. Ещё одно исследование. Кровенистые выделения из левого соска. При цитологическом исследовании эритроциты попелоподобные структуры, и мы хорошо видим при ультразвуковом исследовании в расширенном протоке образования, вот при маммографическом исследовании, при дуктографии вы видите, что мы видим два участка, одно вот такое на ножке образования, второе пристеночное утолщение в протоке на границе нижних квадратов. И вот это образование вызывало, первое, оно вызывало вопросы, потому что были пузырьки воздуха. Честно говоря, я думаю, что это пузырёк воздуха, но при проведении томосинтеза и компрессии, это не пузырёк воздуха, это образование на ножке в расширенном протоке, что было потом прооперировано, это оказалось внутри протоковая попелума. Ещё одна молодая женщина, вот в правой молочной железе были такие расширенные протоки при АБВС, и у неё были янтарные выделения из правого соска. При цитологическом исследовании сосочкоподобной структуры из клеток эпителий, что говорило о том, что необходимо делать дуктографию, и при дуктографии две вот такие вот крупные достаточно интерпутальные попелумы. поскольку центральный проток, то при цельном скилке это хорошо видно. Ещё одно образование в данном случае в центральном протоке, ампутация протока в виде дополнительного образования, в расширенном дилетированном протоке. вот это как раз та пациентка, где был втянут сосок, и мы делали мэромомографию, и вот за соском я получила вот такую зону контрастирования, которая потом была пропунктирована, и это оказалось внутри протоковая попелума. буквально несколько слов хочу остановиться. Я уже говорила о том, что интерпутальные попелумы, они не имеют специфических признаков. И в ряде случаев в прямом графическом исследовании, когда мы видим такие вот разнокалиберные микрокальцинаты, как в данном случае, то вот как раз это, возвращаясь к теме, вчера была у вас дискуссия активная по поводу того, когда же надо делать мэромомографию. Вот в ситуации, когда появляются вот такие маленькие скопления микрокальцинатов, вот в этом случае всегда надо делать мэромомографию с контрастом, потому что она нам очень помогает показать участок поражения, где надо провести либо в вакуумную биопсию, либо стереотоксическую биопсию. Потому что вы видите, в данном случае участок поражения занимал буквально 3 мм, а зона накопления контраста при МРД была значительная. И то есть контрасты необходимы, но следует сказать о том, что, конечно, в этой ситуации, как правило, молодые пациентки, мэромомография имеет большое преимущество, интенсивность накопления, как вы видите, более информативно, потому что если вот как в данной ситуации тоже молодая пациентка, вот такие скопления микрокальцинатов, и я выполнила контрастную маммографию, вид на зону накопления контраста, но они очень малоинтенсивны и вызывают сомнения. В данном случае это тоже оказался рак инситу. У молодых пациенток это, как правило, очень агрессивные G3 образования. В ряде случаев это может быть, вот как в данном случае трижний негативный рак был поставлен, поэтому это очень важно, не пропустить вот эти внутри протоковые разрастания по типу, по злокачественному типу. И, конечно же, проведение, они требуют обязательно морфологической верификации в случае микрокальцинатов, поскольку маленькая зона поражения, лучше вакуум биопсия или стереотоксическая биопсия. Таким образом, при выявлении кровянистых или прозрачных выделений соска показано обязательно дальнейшее обследование лучевыми методами исследования. Ультразвуковые методы диагностики, маммография, включая томосинтез, являются основными методами обследования пациента с патологическими выделениями и применяются в зависимости от возраста. Дуктография – это метод для определения точной локализации внутри протокового образования, количество этих образований, на каком расстоянии от соска они находятся. МРТ с контрастным усилением является дополнительным методом и используется при отрицательных результатах УЗИ и маммографии, либо при терминально расположенных участках и для уточнения распространенности, а также удобно использовать при втянутом соске или при аллергических реакциях на лед, содержащие контрастные препараты. И что важно помнить, что при обнаружении участков асимметричной плотности с микрокальцинатами, следует помнить о том, что это может быть результатом интертептального разрастания патологической ткани, требует проведения контрастной маммографии или МРМ-маммографии с контрастом, и далее необходимо проведение или корбиопсии, или вакуумной биопсии для верификации и исключения рака инситу. Я вас благодарю за внимание, спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...